В этом видео рассмотрим стройки для ноутбуков от компании Ultimate Support, а также разыграем одну из стройк. Всем привет, меня зовут Макс и вы на канале DJ Toys. Сегодня у нас на обзоре стройки для ноутбуков. Достаточно актуальная тема для многих диджеев и не только. Ко мне попали стройки от компании Ultimate Support. Это компания, которая не совсем известна на российском рынке, поэтому мне было особо интересно взять их на тест и попробовать, тем более познакомить вас с чем-то новым. За что спасибо компании Akno Audio, которая предоставила все это на обзор. У меня на тесте сразу три стройки, чтобы посмотреть, что они из себя представляют. Я выбрал те, у которых достаточно интересная конструкция, но по факту у компании линейка достаточно широкая и с полным каталогом вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке в описании. Давайте начнем с самой простой модели. Это Jam Stance и посмотрим, что же у нее внутри. Итак, внутри мы видим много-много металлических частей, которые у нас запакованы в пакеты. Вынимаем это все и разберемся по порядку, что они из себя представляют. Итак, что у нас есть в комплекте? У нас есть держатели боковые, которые мы, собственно, будем соединять. У нас есть отдельная полочка. Особенность ее еще в том, что она может регулироваться по ширине. Здесь есть такие заражимы. И особенность в том, что данную стойку, собственно, можно регулировать по ширине. То есть можно дополнительными частями наращивать эти трубки, которые стягивают всю стойку, и, собственно, менять ее размер. Попробуем собрать самый большой, ну и под высоту, который мне, например, будет удобно. Поехали. Да, также сразу должен отметить, что вот эта вот часть, как внешняя, где у нас будет стоять, в моем случае, ноутбук, так и какой-то другой прибор, они мягкие, прорезиненные. Нижняя часть также мягкая и прорезиненная. Поэтому в моем случае я не поцарапаю свой стол, и это достаточно приятный момент. Давайте попробуем собрать эту стойку. Такой некий конструктор для взрослых прям начинается. Я немножко подглядел, как она выглядит на картинке, и, в общем-то, постараюсь это сделать максимально быстро. Как вы понимаете, соответственно, здесь есть много отверстий, и можно собрать максимум, наверное, высотой примерно такой, но, возможно, будет люфт в верхней части. Поэтому мы соберем, наверное, примерно вот так. Я думаю, что это будет для меня в самый раз. Ну, поехали! Вот такая у нас получилась стойка. Она достаточно устойчивая. Я думаю, что, возможно, придется периодически это все подтягивать, но, тем не менее, как бы стойка весьма уверенно себя показывает. И, например, какой-нибудь ноутбук, который я использую, а это MacBook 15, я без проблем могу сюда поставить. Никаких проблем не имеем. У нас все, ну, достаточно устойчиво. Если, конечно, у вас не мега пьянка, и где все можно сломать. Как домашний вариант, достаточно приемлемая стойка. Я не думаю, что если кто-то на нее не упадет, все будет окей. Нижняя полка, в принципе, тоже достаточно устойчивая. Получается, на нее можно положить какую-то звуковую карту и прочие дела. Идем далее. Следующая стойка, это у нас лэптоп-стенд, который модель называется 1010B. Она у нас идет сразу готовая, поэтому она более удобная, как портативный вариант. Итак, внутри у нас есть сама стойка. Она у нас совсем не толстая. Она поместится в какой-нибудь рюкзак и в портфель. Но в комплекте идет еще отдельная сумочка. Она больше выглядит, как рюкзак такой, но, тем не менее, может кому-то пригодится. Она из нейлона, но, тем не менее, здесь есть и ручки, и, по сути, это такой рюкзак. Что касается самой стойки. Сама стойка металлическая. Это, наверное, самая портативная стойка из всех трех. И у нее есть возможность сделать, собственно, два варианта расположения. Первое расположение, это, соответственно, зигзаг. О нем я покажу и расскажу. И второе, это просто, так скажем, вертикальное расположение. Ну, то есть, вот такое. Как у нас происходит регулировка? Здесь у нас есть два, как это сказать, вала. На самом деле, там резьба, и, в общем-то, это является некой гайкой. Это все металлическое. То есть, можно это все дело открутить. Сейчас я откручу, покажу. У нас есть верхний и нижний вал, мы их затягиваем. Все у нас становится хорошо. Он, кстати, достаточно увесистый. Ну, тут у нас резьба, а здесь вот у нас уходит вал. Кстати, он не высовывается, ну, окей. Итак, у нас есть вот такое вот положение и, соответственно, положение такого, зигзага. Мне оно нравится больше, потому что, так скажем, площадь распределяется более устойчиво, на мой взгляд. И можно еще регулировать при этом и высоту. Для того, чтобы не побить свою технику, а именно ноутбуки, здесь есть специальные прорезиненные выступы. Это вот здесь, вот эти два, и снизу два. На концах у нас тоже резинки, здесь у нас есть упоры, на них тоже есть резинки. Ну, можно снять. И на горизонтальной поверхности резинок нету, в отличие от прошлой модели. Итак, мы затянули верхнюю часть. Сейчас я еще затягивать рекомендую посильнее, как бы избежать проблем. Все-таки техника у нас достаточно дорогая. Здесь, к сожалению, нету каких-то, так скажем, выступов, чтобы зацепление было лучше. Оно, так скажем, просто держится на силе трене, но для 2-3 килограмм, которые заявлены в этой стойке, этого должно хватить. Итак, стойку я собрал. Давайте я, собственно, возьму ноутбук и попробую поставить на эту стойку. Как-то... Ой, она у нас вот так вот ставится. Выглядит вроде это все надежно, но подтянуть все-таки стоит. У этой стойки есть некий плюс, что, собственно, вы всегда можете подтянуть еще сильнее и сильнее, чтобы уж наверняка ничего не поехало. Во, ну, сейчас тогда вообще стабильно должно быть. Разумеется, если приложить слишком большую силу, то все можно сломать. В данном случае ноутбук держится без особых проблем, оно все немножко пружинит. Есть защита как для задней части, так и для передней. Ну, в общем-то, все достаточно устойчиво в моем случае. Вот такая вот стойка портативная, можно взять легко с собой. Идем далее. Третья стойка, она самая продвинутая. Я не стал показывать пример, как я все это вытаскиваю из коробки. В общем-то, пойдемся по комплектации. Здесь у нас есть также мешочек. Здесь он более такой тряпичный. Я бы сказал, более плотный. Его можно затянуть, как обычный мешок. Ну, и, в общем-то, взять стойку с собой. Также в комплекте есть вот такая вот интересная штука, назначение, которую я покажу чуть позже. И инструкция. Здесь все серьезнее. И это самая, так скажем, продвинутая стойка из всех трех. В чем ее фишка? Это стойка три в одном. У нее есть полочка, она прорезиненная, достаточно такого жесткого пластика, ребра жесткости, все дела. Есть картонка, самое главное в любом деле. И сама стойка. Подобной конструкции я не встречал, поэтому она мне особо интересна. Итак, как она разбирается? Крутим. Не то крутим. Итак, и берем, и поднимаем, и затягиваем. У нас получается такое металлическое основание, достаточно серьезное, которое мы затягиваем, соответственно, болтом. Снизу у нас есть резиновые вставки, чтобы стойка нас не скользила по поверхности, ну и не портила, в моем случае, стол. Далее, что интересно, мы также откручиваем и вторую часть сверху, и здесь у нас есть сама полочка. Здесь у нас все прорезинено, есть вот такие вот упоры, которые мы можем отрегулировать, для этого необходимо открутить здесь винт, но это мы все сейчас сделаем. Сейчас я это все зафиксирую под небольшим углом, как это будет, скорее всего, реально использоваться. Здесь нет регулировки по высоте, но вот эти все части, они металлические, плюс здесь есть крепления для проводов, которые будут подходить, их здесь два. И, в общем-то, после того, как я все затянул, стойка, ну, просто монолитная. Здесь у меня, скорее, сейчас все падать начнет, но стойка стоять будет. Итак, здесь есть регулировка по длине, собственно, самого предмета, который мы будем ставить. Регулировка происходит вот здесь снизу, ослабляем винт, ну и можем вытянуть дополнительную часть. Она не защищена, но это не столь важно, потому что на конце у нас здесь есть специальные прорезиненные вставки, чтобы у нас ноутбук не пострадал и не было каких-то неприятных царапин, либо есть просто пластиковая заглушка, можно регулировать ее высоту, чтобы более точно, так скажем, прижать либо ноутбук, либо что-то к стойке, если вдруг это действительно важно. Можно также и длину на второй части пододвинуть, и можно, соответственно, сзади здесь открутить. Стоечка. Стоечка крепится вот в такие отверстия, она имеет два выступа, и мы просто вставляем на нужной нам высоте. Как вы понимаете, на эту стойку навряд ли предполагается, что будут класться какие-то очень тяжелые предметы, это обычно либо звуковая карта, либо DVS, и она это все легко выдерживает. В общем-то, достаточно практично и удобно здесь вот рассчитано, что можно менять ее положение. В чем же начинаются фишки данной стойки, и в чем ее интерес, так скажем? Если мы посмотрим, то на нижней части нашей полочки имеется вот такая вот резиновая заглушка. Особенность в том, что верхняя часть данной стойки снимается. Сейчас я вам это и покажу. То есть, мы можем взять и снять верхнюю часть стойки. Это мы куда-нибудь отодвигаем, и вот в эту часть делаем, вставляем заглушку. Как итог, у нас есть настольная стойка, при том, что мы можем нижнюю часть защитить как раз резиновыми частями, которые у нас есть на конце полочки. Зажмем сейчас это все, а верхнюю часть мы, например, оставим, чтобы у нас ноутбук не скатывался на стол. И в итоге мы получаем вот такую вот стойку. Я сейчас еще возьму какой-нибудь крутительный предмет, чтобы вот это открутить, и покажу, как это будет работать на деле. Ну, тут ничего сложного нету. В комплекте, к сожалению, отверточки нету, а было бы очень приятно, чтобы отверточка была. Я сейчас понял, как она должна работать на самом деле. Теперь у нас есть, соответственно, регулировка, мы можем быстро и легко менять по то значение, которое нам нужно. Соответственно, у нас есть заглушка, я беру свой ноутбук, и мы тестируем. Собственно, вот так вот это работает, у вас все это стоит. В моем случае ноутбук встал на вот эти задние части, мне это не очень нравится. Там маленькое пятно контакта, и, в общем-то, я хочу его чуть-чуть увеличить. Все, у меня ноутбук, соответственно, лег, и я вот имею такое вот положение. Вот эти части я могу также опустить чуть-чуть, чтобы они мне не мешали, или ноутбук вообще очень плотно зажать. Окей, это одно положение. Второе положение у нас, когда это все крепится на стойку. И третье положение, для которого можно использовать вот такое вот дополнение, которое идет в комплекте. Для чего оно нужно? Особенность в том, что данная стойка также может крепиться и на микрофонную стойку. То есть, вместо вот этой заглушки, вы можете докупить специальную часть, ответную часть, которая будет крепиться на микрофонную стойку, и вы будете крепить данный стенд на нее. Это будет актуально для тех, кто поет, кому нужно, не знаю, там, ноутбук расположить на сцене и так далее. Где нет, так скажем, стола, а есть, как правило, микрофонные стойки. Вот эта часть, это ответная часть, ее можно также заменить, она для другого типа самих микрофонных стойк. Также она быстросъемная, здесь все достаточно просто. Итак, еще раз покажу, как это все выглядит в основной части. В принципе, вот эта часть также откручивается, ее можно открутить и прикрутить на микрофонную стойку, и, в общем-то, дополнительно ничего не покупать. Разумеется, если у вас и на микрофонной стойке будет такое соединение, и на этой стойке, то менять и соединять все будет достаточно быстро и легко. Итак, поставим стойку на место. Все, у нас есть полноценная стойка. Крепим резиновую вставку под полочку, и это все отправляем вот сюда. Итак, у нас получаются вот такие вот три стойки. Это самый продвинутый вариант, который можно использовать, как и на столе. Здесь есть, в общем-то, возможность крепления на микрофонную стойку. И такой вот полноценный стационарный вариант. Тяжелый и, так скажем, серьезный. Есть более портативный вариант, где стойка может меняться по высоте. При этом она складывается в компактный размер, и вы можете взять ее всегда с собой. И вот такой вот простой и, так скажем, при этом серьезный вариант, который можно быстро достаточно собрать. И, в общем-то, он тоже надежен, хоть он из листового металла. Также он и регулируется под размер прибора. Его можно использовать с каким-нибудь RMX и так далее. Самое интересное, что мы разыграем одну из этих стойок. А именно самую простую. За что спасибо компании Окно Аудио, которая предоставила все эти стойки для обзора. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо вступить в группу на Facebook Окно Аудио, ссылка в описании, быть подписчиком данного канала, а также оставить ссылку на свой аккаунт Facebook под этим видео. Так мы сможем легко вас найти и проверить, выполнили вы все условия или нет. Подробный список условий также вы найдете под этим видео. Итоги мы подведем 28 или 29 декабря, поэтому это будет отличный подарок на Новый год для кого-то из наших подписчиков. Ну, на этом сегодня все. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк. Это канал DJ Toys. Меня зовут Макс. Всем удачи, всем пока.